Всем привет дорогие друзья! Мы продолжаем прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. Покрытывать тенью Чернобыля с нашивкой Symbion. И в этой части мы будем все дела базы вот этого бара решать. Пойдем мы к генералу Воронину и узнаем, может у него для нас парочку заданий заварялось. Так, бармен, у тебя ничего интересного нету? Так, ну это я все как обычно, не пойду и на игропром твоего военного убивать. Все равно в этом долгу мало, также слепых псов мы тоже не собираемся просто так убивать. Так, ой. Но начинается в колхозе утро, он уже с зависаниями встречает. Бармен как обычно спамит о том, что убили Арни, он никак не может пережить эту потерю. Но быть может когда-нибудь все-таки, опаньки, странно как-то, почему-то не потылили до сих пор наши антирады. Так, там один чудик просил КПК ему сбагривать. Попробуем мы это сделать. Так, те трупы, здорово, бармен. Бармен мне сказал, что у вашего начальства есть для меня кое-какое задание. Да-да-да, можешь мне пускать, все. Можем зайти к прав... Кто его убил? Барин, не знаю такого, ладно, плевать. К праворому заходить не будем, он жадный. Он попросит артефакт вспышку, наверняка. Вспышку мы найти не сможем, лунный свет. Тем более... Ну, опять-то попверхнулся мечным, струнчимым по спине, ступни. Это ладно, уже не надо. Вот вы как раз и в самом главном штабе, мозговой центр базы долга. А вот самый генерал Воронин. Не нужно работать, есть что на примете. Так, глаз полтергейст у нас, кстати говоря, есть. Целых 18 тысяч за один глаз полтергейст дашь? Ну, ничего себе. Ну, ради такого-то. И научно-опечку дождал. Так, если бы я знал, я бы не продавал ученому за жалкие 300 рублей, по-моему. Ну, я помню, что очень-очень дешево. Так, достать я руку зомби, при 18 тысячах по поводу заданий. Досвал я руку зомби, выполнил, все, отлично. Мы 36 тысяч с куста просто срубили за две части монстров и плюс еще две научные птички. Так, замечательно. Бармен сказал, что у тебя есть специальное задание на военных складах. Так, я хочу попросить выполнить одно задание лично для меня. Понимаешь, сейчас у нас идут территориальные боевые действия с группировкой Свободы. И нам не хватает оружия помощнее того, что у нас и есть. У Свободы есть несколько отличных гранатометов в Бульдог-6. Если бы у тебя получилось проникнуть на базу Свободы, выиграть хотя бы один этот гранатомет, то я бы щедро тебя вознаградил. Так как ты не в нашей группировке, ты легко сможешь втереться в доверие к Свободе при удачном раскладе. Спереть Бульдог. Ну что ж, хорошо, я скину тебе информацию. Помните, нахождите базу Свободы. Там найти нужно повара. Хорошо, я возьмусь выкрасть. Так, и напоследок, полковник Череп с вами, ребята, вы ослушались моего приказа, самовольно отправились штурмовать базу Свободы. Сумоубийцы, ну так пусть получится полна. Черепа уже давно пора проучить, не вмешиваясь в их личную войну, постарайся втереться до рига Свободы и добудь этот гранатомет. Остальное не важно. Да, я помню этого Черепа, можно присоединиться к его штурму и разбить с помощью его и его бойцов базу Свободы всю начисто. Ну, конечно же, они большого роли там не сыграют. Основной ударный маневр будем делать, естественно, мы. Ну, это всё потом, пока я не горю желанием разбивать базу Свободы, по крайней мере, до тех пор, пока они не дадут нам местонахождение, информацию о местонахождении бульдога. Так что пока всё, это рано, рано. Так, он нам указал место перехода, придётся покупать этого барги. Придётся покупать нам место перехода. Просто так не дают. Ну, ладно, ладно, что ж теперь поделаешь? Эй, охотник, ты чё тут сидишь? Я тебя мог с бандит принять, между прочим, так уродни тут. Так, сейчас вернёмся, быстренько пробежимся, и к тому весьма неприятная личность, стоит сказать, осведомитель этот. И уж он очень дорого, вот этот как раз осведомитель. И я хочу купить информацию. Так, нет, стой, стой. Ты сейчас втюхаешь что-нибудь, какую-то фигню. Мне нужна работа, убить сталкера-мастера. Мамины бусы, между прочим, очень хороший артефакт, плюс 10 пулестойкости. Так, продели ходячие танки, вооружённые за двух сталкеров и за скелетов. Мне пофигу кого убивать, давай. Так, что же я у тебя хотел там попросить? Хотел вот спросить. Да нет, я этого тебя не хотел спрашивать. Ладно, тебе немножко. Так, знающие люди говорили, можно полезную информацию. Мне нужна информация о территории и переходах. За 50 тысяч охренеть можно. Ладно, это ерунда. Бар, склады. Так устраивает. Давай, бар, склады. Всё, отлично. У нас появилось место перехода. Теперь мы можем в армейские склады пойти. Вот, пожалуйста. Доставим сейчас всё лишнее. Нам оно ни к чему абсолютно. Desert Eagle, прощай. Журналчики, к сожалению, мы реализовать так не смогли. Я очень сильно надеялся на то, что смогу сбагрить кому-нибудь хотя бы за 50 тысяч. Но, увы, увы, не получилось. Откуда имеет этот Вольтер? Ладно, неважно. Какое огромное количество гранатов один. Фу, ладно. Птичек тоже много. Так. Вот, по 5 оставим аптечек каждого вида. Патроны 5, 45. Мы оставим, естественно. Наше новое оружие OCM-14. Гроза как раз требует их. Винторезку, естественно, снабдим патронами 9, 39. Так, две капли сюда. Хвосты, ноги разные. Но ноги, их не знаю, я точно не пойду больше на винтарь. Так что можно продать, в принципе, его барменам. Так. Гранаты F1 у нас тоже дофига. Дофига просто. Так. Это все сюда. С гранатой сюда. Так. А патрончики? Патрончики. Естественно, возьмем. Огромное количество патронов. Ничего себе, они весят очень-очень много. Это, конечно же, понятно. Но без них некуда. Нам сражаться придется очень-очень много. Так что эти патроны нам пригодятся. Кстати, осведомитель. Насчет КПК. Может быть, ты мне дашь какую-нибудь валюту за них? Лучше я так в зоне буду заработать. Так, ладно, я не буду собираюсь все это читать. Можно. Так, я по поводу ранг. Понятно, я ближе к делу. Ладно. Так, я хотел тебя спросить. Так. Знающие люди были информацию. Можно купить. Так, сейчас. Так, ладно, как бы я не хотел узнать его этого гадного насчет КПК. Он не хочет их брать. Ладно, что ж, хрен с ними. Оставим их здесь. Сейчас, я думаю, в эту серию мы пойдем на кордон. У нас там есть целых три задания. Нужно зачистить АТП. Нужно поговорить с Сидоровичем и убить мастера. Ну и также поговорить с проводником. Целых три задания. И одна благородная цель. Получить звание барыги от Сидоровича. Это очень ценное. И очень серьезное звание, которое ни в коем случае нельзя выпускать. Так, 105% перегрузки. Это, конечно же, плохо. Что тут сказали? Что тут еще сказать? Поэтому нужно хоть сколько-то тут оставить. Так, бронебойный патрон. Все у нас работа снайперский патрон для... Так, отличные характеристики покучности. Хммм. Что же, что тут оставить? Так, ладно. Как-нибудь... Ой, где у него случайный энергетик? Спер, но он не заметил, он не возражал. Так что, это ерунда. Так. Вот так. Ничего себе антирады. Весят. Вот так 90%, я думаю, в самый раз. И этого нам хватит для того, чтобы добежать до кордона. И справиться там с мастер. Но с мастером будет справиться достаточно тяжело. Хотя бы по той самой причине, что он рядом с обычными сталкерами. А если мы его убьем, обычные сталкеры могут на нас сагриться. В том числе и проводник. Ладно, с этим как-нибудь разберемся. Я запись пока отключу. Не буду вас мучить. Побегушками обычными, по старым локациям, на которых ничего не происходит толком. Когда уже добегу до определенного места. Запись я включу. И мы тогда вместе решим проблему. Аж целых три проблемы. И посмотрим, что нам барыга вручит за это ценнейшее звание. Разумеется, я не буду проходить мимо чего-то интересного и захватывающего. Опять проходя мимо, как раз двигаясь в направлении перехода между локацией. Я обнаружил артефакт Кровь Камня. Я думаю, что это очень важная новость. Которую ни в коем случае нужно пропускать. И поэтому я вот решил все-таки рассказать. Также у нас тут есть небольшая потасовочка, скажем так. Химерка напала на охотников. Охотники, естественно, сделать еще не смогут. А мы ее очень даже сможем сделать. Вот так убить ее красиво. И все. И собрать из нее мясо, которое очень-очень ценят ученые. Которые за него аж целых 35 тысяч дали. Ну не бежать же к ученым. Так, водка. Кстати говоря, водка очень нам понадобится. Вскоре для того, чтобы договориться с одним из свободцев. Чтобы он нам дал бульдожик. Да, он чистый русский. Любит попить. Так, и детектор аномалии. Их ты, е-мое. Целых 10 тысяч он стоит, между прочим. Да, что-то я чую. Я просто нарус еще тем барыгой. Так, ладно. Охотник один хоть справился. Молодец. Убил ты Химеру. Флаг тебе в руки. Так, так держать. Ах ты, гад. Обыскал. Ну, в принципе, он имеет право, он уже его убил. Его находники опять двигаются, мигрируют на базу долго. И один тут зачесался, так стоит. Точно охотник или передитый бандит? Нет, все-таки охотник. Связываться с ними не будем. Они все равно помирают очень быстро. Поэтому мы не успеваем даже задание сделать. Для того, чтобы им его сдать. Что ж такое ее долго тут. Целая прям перестрелка. Вот так, бандиты. Что же вас так бандиты-то карают по страшному, а? То они захватили практически базу вашу, то они на блокпост нападают. Но вообще обнагрели, на самом деле. И ничего уже не боятся. Так, плоти. Плоти тоже никогда ничего не боятся. Ах, какой же классный ствол. Я его просто обожаю. Наконец-то глаз плоти мы нашли. Глаз плоти кому-то там был очень нужен. По-моему, бармен. Убежала. Зараза. Патрон все таят. Скоростность у него очень-очень хорошая. Так, на тебе. Все равно. Ну, шпигунешь тебя с венцом. Куда ты умишь? Целых четыре. Глаз плоти. Прапор, ты выжил, да? По-моему, тебе глаза-то нужны были очень сильно. Прапор. Да, блин, прапор. Так. Что, спина? Вот они, родимые, на тебя смотрят. Принести четыре глаза плоти. Получен рецепт трансформации артефакта. Ну, зато и он еще стал нашим другом. Так что он может нам помочь в самый такой ответственный момент. Ух ты! Это точно для меня. Ну, для кого же еще такое? Такая полянка могла построить так. Стоять. Стоять. Тихо. Все, молодец. Так, держать. Я вроде в глаз не попал, так что глаз, естественно, возьмем себе. Вот так. А то они в последнее время уж очень редкие были, не добывались. Ну, все, теперь бежим до кордона. Я надеюсь, что ничего такого интересного не случится за это время. Поэтому уже следующее включение будет как раз из кордона. Стал самое место. Да шо ж такое-то. Это ж излом. На тебе. Ладно, не хочется него патрон тратить, на самом деле. Ради нерабочего КПК, который можно продать за 1800. Ну, нафиг. Вот то самое место, один из них. Это наша цель, которую мы должны будем убить, чтобы получить очень крутой артефакт третьего уровня. Мамины бусы. Благодаря которому мы станем практически непобедимыми. А вот и один из них. Мастер. Мастер? Это тот самый чмошник, который спамил в мировой чат. И не дал упокой в них. Пару сетей назад. Может быть, его загрязет собака. И тогда нам не нужно будет его убивать. Давай, 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 давай. Ой, кусай, кусай. Молодец. Умница просто. Ой, блин, я не могу. Это повезло, это повезло. Он почему-то завис, я не понимаю, из чего. Это может быть из-за этой самой модификации. Но его, самого крутого, такого экзоскелетного сталкера, который вообще просто ходил царем на кордоне, убила одна собака. Это просто, я не знаю. Но это очень смешно. Так, ладно, мы выполнили это задание. Корму наше не попортили. Теперь осталось только поговорить с проводником. Проводник, здорово. Мне нужно встретиться с док... Ты остановись, хуй. Понятно. Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Смотри-ка. Ты откуда знаешь о докторе? Меня послал призрак. Помоги мне срочно связаться с доктором. Всем нужно срочно. Видишь, оружие у меня не очень, а мне каждый день к центру мотаться. Принеси мне что-нибудь помощнее, хотя бы грозу. Тогда и поговорим. Надежда, и я тебе кое-что полезное сообщу. Ну ладно, иду тебе пушку помощи, но ты чмошник, но ты... Вот не мог сразу, что ли, сказать, а? Грозу, где найти? Где же ему эту грозу дать? Я тебе могу только удар молнии, между глаз показать. Ладно, придется, мы где-то все-таки искать эту тупую грозу. Энфилд, изи, он что? У бобля облегченный, что ли. Интегрированным глушителем. Многие детали заменены на более легкие аналоги, что существенно мешает вес оружия. Да, но от этого он не становится менее убогим. И от этого хозяин не становится менее тупым. Как оказалось, его могла загрызть собак. Но я просто не могу успокоиться. Но это настолько прикольно. Фух, ну хоть гора с плеч. Одну миссию мы выполнили. Теперь можем уже возвращаться в бар за мамиными бусами. Но прежде нужно сказать еще к Сидрючу, чтобы он сказал, какой мы хороший барыга. И вручил нам награду. Так, кстати, про ранги. Может быть, он как раз в топ-20 входил, но я что-то очень сомневаюсь. Он очень много спамил о том, что он увидел там кого-то, он увидел снорка на генетаре, хотя все время сидел возле костра на кордоне. Ну да, конечно, просто. Нужно же было что-то сказать, чтобы его считали героем. Ладно, сейчас прибежим как-нибудь. Возле этого кордона. Там наверняка военные. И прибежим прямиком к Сидрючу. Но вояков пройти никак не сможем, поэтому придется вступить с ними в бой. Патронов нас много. Дури в голове тут полно. Плоти к ним нам помогут. Так, давай-давай, танцуй. Что-то уж как-то слабенько весьма. Пробивающая способность явно у этой пушки очень плохая. Опаньки, я ошибался. Хороший выстрел был. Ништяк. Так. Вы что, ребята, офигели, что видели крутого сталкера, да? В экзоскелете? Да, это я. Так, ну что ж, покончим с его лечениями. Все. Спи спокойно. Так. Разрядим стволы. Мне нужны ваши патроны. Так. Один есть. Так, тут еще где-то ходит один очумевший. Два очумевших. Поэтому с ними тоже надо покончить, и поэтому нужно быть аккуратным, естественно, возьмем наносить свой ствол. Я не хочу так нелепо кончать жизнь. Так. Ну, покажитесь, где вы. Покажите, что вы смелые, что вы хорошо стреляете, в отличие от ваших этих идиотов. Так. Ну, по-видимому, мания не именно на заставе. Так. Крейсик. Ну-ка, тут хоть есть патроны. Да, тут есть патроны, их достаточно немало. Энфилд вручи Сидоровичу, как презент. Может, он даже нам денежку заплатит хорошую. И похвалит заодно. Опа. Ты что тут кланешься, молишься, что ли? А-а-а-а! Вот это ловушка! Вот это ты молодец! Вот. Неожиданно такое. Какой неожиданный момент. Но это, опять же, баг. Так что, я уже не удивляюсь их количеству в этом моде. Ну, мод действительно глобальный. Очень много всего приносит. Как хорошего, так и плохого. Так что, все нормально. Это до сих пор тут валяется. Естественно, NPC-шники такие, основные, они будут валяться после даже 10 выбросов. Ну, все, бежим к Сидоровичу. Ну, привет, старик! Все до сих пор тут сидишь. О, даже он водку не взял. Ну, мне пригодится. Еще нужно одну бутылочку найти где-нибудь и... Стоп! Где все то, что я тут вставлял? Так, а вот еще одна бутылочка водки. Все, мы теперь уже можем идти за бульдогом. Ну, а пока я по поводу задания уничтожить лагерь. Ах ты ж, блин! Нам нужно уничтожить лагерь бандитов. Ладно. Все, молчи, Сидорович. Молчи, я по поводу ранга. Так, радость туриста. Небольшой походной рюкзак. Армейская аптечка. Офигеть! Спасибо большое! Как же я без твоих наград мог? Я вижу, ты немало скопил денег. Если будешь брать мне товар, будет тебе скидка. А-а-а! Ну, по крайней мере, мы на скидку наработали. Хоть так. Да, теперь ППШ мы можем купить за тысячу рублей. Это круто. Ну, из обычных заданий в те, что-нибудь есть. Артфакт каменный цветок. Рука бюра. Бюра мы так и не встретили. Так что извиняйся, я берусь. Я по поводу... Да я по поводу заданий хотел нажать-то. Я по поводу задания. Найти каменный цветок. Выполнил задание. 30 тысяч рублей. Э-э-э! Отлично! Гуляем, гуляем. Так, ломать мясо. Я тебе не дам ломать мясо. Обойдёшься ты без него. Так, а... Будут или водяры. У нас так слишком много. Нам достаточно 3, чтобы спарить того свободца. И он отдаст нам бульдожек просто так. За 3 бутылки водки. Так, собственно, собственно. На этом-то и всё. Хвост псевдогиганта. Разве не ему нужен был? Ну, ладно. Так, атп. Ну, можно напоследок атп зачистить, прибежать в бар. И в баре, с бара уже идти на рейские склады из следующей серии. И на армейских складах мы будем добывать бульдожек. А потом уже будет видно, может быть, где-нибудь там грозу найдёт. Ой, я и мой Энфилд забыл продать вам хрест. Если что, выкинем. Не страшно. Ну что, одиночки, вы готовы покарать бандитов вместе со мной? Ух, ничего себе. Там этот ветеран, по-моему, даже. Серьёзный малый. Ничего не скажешь. Да, ветеран. Сейчас мы заколбасим тут быстренько. Три ствола-то. Так, обходим прям с тылу. Так, может быть, с Энфилдом пострелять там. Патрон-то есть? Угу. Шиш. А не патроны. Так, аккуратно, прям тактически, грамотно сейчас будем действовать. Прятаться. Здесь мы как стыл. С-с-с-с. А-а-а. Тихо-тихо-ра. Всё-всё-всё-всё-всё. Я сдаюсь. А-а-а. Блин, блин. Уроды. Они чуть меня в клеши не взяли. По крайней мере, не пробивали, но было очень страшно. Я ж чуть... Я ж прям чуть не подпрыгнул со страха. Да и что ж такое? Что и собаки атакуют? Они тут вообще все зверели, что ли? Походу, да. Куда я попал? Ладно. Отечка есть? Всё. Бандит! Иди, я сейчас мстить буду. Так, помирайте. И ты тоже помирайте. Настя моя страшна. Сейчас вы все её ощутите на своей жалкой шкуре. Хороший выстрел. Молодец. Могло бы, конечно же, лучше. Тоже зачтём ему. Старался, малый. Да что же я так кашу-то? Ребята, вообще-то не планировано у вас все патроны тратить. Так. Минус. Плоть. Прекращай. Мы так не договаривались. Ты должен был грызть бандитов. Понятно. Тут какие-то все озверевшие. Не все, а озверевшие. Я не дюлюсь. Скоро на меня одиночки будут нападать. За то, чтобы хабар отобрать. Так. Там ещё... Ребята, у вас тут вообще много. По одному нападайте. По одному. Толпой нехорошо. Некрасиво, как минимум. Так. Ну уже, ну уже. Помирай. Фу. Ладно, я что-то слишком расслабился. Я думал их нахрапом взять прям всех сразу. Ну, они огрызаются. Достаточно больно сжали. Так что? Вот так. Сталкеры не спешат нам помогать. Они контужены там. Да, не в толку. Немного. К сожалению. Так. Откуда, интересно, он выйдет? Ну, я думаю, что они не очень опытные. Ну. Зачатками разума-то они обладают. Столько потонов выпустил, и он все равно живой. Так. Их еще немножко, но расслабляться ни в коем случае не стоит. Их уж очень много. В сравнении с первой миссией, когда мы там зачищали, их было тут штук 7. Сейчас же гораздо-гораздо больше. Некоторые из них вооружены. Даже калашниками. Они импшками. Как раньше. Так. А рискнуть нет? Ага. Фигу. Показали нам. Вместо патронов. Которые мы потратили. Так. И зарядка. Патронов все меньше и меньше. Скоро нужно будет. Уже расстреливать самыми крутыми патронами. Не хочется, конечно, тратить на такую. Шелуконь. Ценные патроны. Но. Выбора уже не будет. Разрядим. Так. Птички. Птички. Это что-то хорошо. Армиска птички. Вдвойне хорошо. Так. Сейчас проверим. А. Вон. Тип снайпер, да? Молодец. Неплохо. По крайней мере, заметил меня. Раньше. Чем я тебя. За этой уже ему можно награду вручить. Посмертно. Так. Я видел где-то там еще один. Нет, я не тебя видел. Так. Тихо. Подградываемся. Стоп. Чего он светится прям тут? Ничего не понимаю. Он что, сверху что ли? На радаре показывается как. Кому-то он здесь. Уже на чердак от страха залез? Это интересно. Ну ладно, все равно мы его найдем. У нас выбора нету. Так, вон там где-то еще светится. Покажись. Думаю, я тебя в кустах не замечу. Ух ты! Вот это красиво. Он в навалик русель еще попал. Так, ну-же-ну-же-ну-же. Разрывайся. Шу-ю-ю! Тихо-тихо прячемся. Надеюсь, они не за нами хоть. Нет, они по-моему не им подлетели. Странно, они видимо мутант в чистит. Поэтому. Тут летали, искали. Так. Бундюшонок. О! Молодцы, сталкеры! Помогли. Так, нет, нет, стой, стой, стой. Он явно по нам стреляет. Или по нашим Дурганам, нейтралам. Ну где-то еще один спрятался. И точно не больше. Посмотрим. Да, Степка-жлоб. Сейчас мы его найдем. Где-то он... А, Степка! Привет, Степка! Получи. И... Почему задание не выполнено до сих пор? Может, Степу убили? Или этого мало? Видимо, мало. Дробь картечный. Ну просто вообще. Крутой. Бандит-то. Знатный. Так, стоп. Я в том, что он... Может быть, какой-нибудь баг. Очень часто бывают тут такие баги, что убиваешь всех врагов, а все равно по-любому задание не выполняется. Сейчас проверим одну маленькую. Способность. Может быть, она и поможет нам решить данную проблему с этим квестом. Так, ну точно. Бегов тут минуту-две, я понял, что это задание выполнить, к сожалению, невозможно. Можно было бы выполнить его только тогда, когда его, собственно, и дали. Дали его достаточно давно, а сейчас его выполнить не получится никак. Так что отменим это задание и пойдем уже в бар получать артефакт мамины бусы. И на этом серию мы закончим. Ну, естественно, не дают нам просто так спокойно дойти без приключений до бара. Придется зачищать еще одну стоянку от этих назойливых бандитов, которые пытаются просто все локации себе в руки захапать. Количество. Бандитов тут очень много везде, и поэтому они хотят реально контролировать всю зону. Мы им, естественно, не дадим такой роскоши, и поэтому защитим еще одну стоянку. Так, ребята, давайте, вы можете, покажите, насколько крутые. Я им помогать не буду. Они должны же закаляться и показывать свой характер в конце концов. А мы уже пойдем. Опа. Вороны из-под земли вылетают. Ладно, нормально. Я уже ничему не удивляюсь. Заодно, кстати говоря, там есть тайничок. Мы его посмотрим. Он уникальный. Обычные тайники я отключил. Так что там есть то, что нас обязательно порадует. Сейчас мы и посмотрим. Так. Ну, это все спамят. Как он достал уже? Так. Тумбочки. Достаточно регионально. Ух ты, 30 вог. Вот это уже серьезно. И наши патрончики любимые. Сверхубойные. Так что к выжигателю мозгов мы пойдем полностью экипироваться. И ровным терминатором. Ну, ребята, давайте, помогайте. Кто у вас тут плохой. Сейчас как раз на них испробуем наши воги. У нас их огромное количество, поэтому нужно когда-то их тратить. Естественно, я хотел приберечь человека для более удобного случая. Но я думаю, что можно парочку выстрелов сделать и тут. Как тебе? О, я думаю, ему понравилось. Осколком прям в лицо хочет. Так. Кто еще там хочет? Эм. Ладно. Они сбили, видимо, ее пулей. Крутые. Что еще тут сказать? Они молодцы. А, ладно. Убиваем. Опа, мы получили мастера. Да умирает уже наконец-то. Ну что, волк нам должен дать награду за опытного, за ветерана, еще и за мастера. Что ж, я надеюсь, что он что-то хорошее точно даст. Может, какой-нибудь отличный редкий ствол. Гаусс-пушку, например, гаусс-пистолет. Так. Мимо. Такое бывает тоже. Кошка! Первый раз вижу кошку тут. Может быть, скоро Бюрер встретим так? Это что-то только под конец. Коготь кошки, хвост кошки. Офигеть, как они дорого стоят. Ладно, возьмем. Бармену покажем, пусть посмеется. Наверняка многие и не верят в том, что в зоне действительно есть кошки мутированные. Так. Я попадаю по тебе, нет? Покажи мне. Если попадаю, по ней. А, все. Спасибо. Ты очень любезная. Так. Да, не повезло тебе. Грызлась ему в задницу. Кошка эта. Ну что, мы тут убили всех? Нет. У меня потронов очень мало. Так. Ну же. Бандиты. Давайте, хватит. Уже серия так затянулась. Молодец. А я простреливаю тебя в подмышку. Ну-ка. Давай. Вернуться с наградой. Все? Отлично. Кто бы вы думали, за нами бежит? Химерок. Кто химерок? Ты же бежала. Давай, давай. Я тебя подожду. Молодец. Гри-гри-гри-гри-гри. Спортивный химерок-то. Ну и чем порадуешь? Мясо. бухти все как обыкновение водка так, плохо бинты, бинты, бинты так энергетик, какого хрена он делает все, все патроны у нас бежим вот, наконец-таки мы добрались до бара и теперь сдадим все квесты и на этом закончим серию длиннющую я по поводу задания защитить, все, выполнено грави грави не мог что-нибудь нормальное дать ладно, грави-то грави не нужна работа глаз плоти, этого добра у нас навала 3500 радость туриста это очень очень классно копыт кабана, а вот этого у нас почему-то нету, мы все продали ай-яй-яй-яй-яй ладно тебе что тебе еще на тушенку тушь тебе что еще продать так, сок мяса не заслужил вот такой сок мяса хвостики заслужил так, они рабочие капка тоже так, еще так, амуницию подлатаешь 37000 так, ну броню, смотри, да, исправь хорошая работа, спасибо теперь у нас в отличном состоянии засек греховца на серверном блокпосту совсем недавно засек греховца сейчас мы на него попялимся так, че, че ты а, да, я ж тебе еще хотел я по поводу задания убить сталкера мастера выполнил задание спасибо за маминогулсы так, что у тебя еще есть на тот момент ничего ну ладно самое главное это не ковыть кошки нет самое главное, что у нас есть полистойкость плюс постоянно раньше давала плюс 10% он зато еще и радиацию проводит сгодится более чем сейчас пойдем посмотрим на греховца так, позитивные истории кто рассказывает про кишки на ветках так что у нас тут можно оставить водка с нами будет кровь, камни крови с собой возьмем да ладно нормально идем ничего ж себе и правда греховца встретили причем это самый крутой сталкер если верить нашим рангам вот как раз ворон на первой позиции стоит и какого хрена он тут вообще сюда пришел так, да у него и пушка какая-то супер уникальная он наверняка ее с четвертого энергоблока взял по-моему это нет, это не гаусс пушка но какой-то автомат хороший что может интересно рассказать ничего выжить пытаюсь и все дела по-моему он очень неразговорчивый нет, все-таки у него гаусс пушка офигеть может быть есть резоновый убить и взять у него гауссовую пушку ладно пока не будем ладно на этом можно закончить всем огромное спасибо за внимание и до встречи в новых частях прохождения игры сталкер тенчернобыля с модификацией симбион шок во, блин рано 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 бюрер это же сам бюрер первый раз встретился наконец-таки так, давай посмотрим, насколько ты крутой о, вот это было больно но ему, думаю, что больнее в несколько раз и рука бюрера которую, по-моему, нужна была Сидоровича но я обратно побегу не, 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 не мне хватило побегушек на кордоне сейчас мы уже перейдем сейчас в локацию армейских складов будем исследовать новые обновленные уже в следующей части всем пока так, стоп почему я не могу перейти туда что-то мне это не нравится совсем мы же купили приход почему-то нас туда не пускают с чего бы это ладно это мы как раз и обсудим в следующих частях всем до скорых встреч